Какой будет первая встреча обезьянки и поросенка? Чем привлечь внимание домашнего питомца? Узнает ли конь себя в отражении? И так ли бесстрашны коты, когда дело касается змей? Смотрите до конца, и вы все узнаете. И в этом выпуске вы увидите самые забавные и необычные реакции животных, которые вас удивят. КОНЕЦ Скажите, что бы вы подумали, если бы на улице своего города увидели вот такое создание? Мне кажется, многие из вас даже за собаку бы его не приняли. И это, честно говоря, совсем не удивительно. Ведь пес выглядит так, будто его никогда в жизни не стригли. К сожалению, в реалиях нашего мира такое бывает. Неизвестно по какой причине, но Гинта, так зовут эту собаку, оказался выброшен на улицу. С пропитанием помогали прохожие, но вот с уходом, к сожалению, помочь никто не мог. Шли годы, и собака все сильнее и сильнее зарастала шерстью. Дошло до того, что под гигантским слоем волос ее было уже не разглядеть. В таком виде пес выглядел совсем непривлекательно. И многие даже обходили его стороной, опасаясь, что он может быть заразным или агрессивным. Однако один из прохожих все же решил позвонить в ближайший приют и позвать на помощь специалистов. Возможно, человек беспокоился за свою жизнь, а может и правда хотел просто помочь животному. Я хочу помочь. Этого никто наверняка не знает, но как бы то ни было, такое действие оказалось очень и очень правильным. Ветеринары, прибывшие по вызову, сперва даже не поняли, что это собака. Настолько сильно животное заросло шерстью. Вдобавок все тело было покрыто толстой коркой грязи, из-за чего казалось, что у собаки каменная кожа. Никто из зоозащитников не мог даже с уверенностью назвать породу. Беднягу забрали с собой и в тот же день привели в порядок. Шерсть собаки буквально пропиталась грязью, спуталась и засохла длинными колтунами. Без специального оборудования снять с собаки эти волосяные оковы было бы невозможно. Но, к счастью для животного, грумерам все же удалось решить эту непростую задачу. Вооружившись электробритвами, люди начали освобождать мордаху от лишней шерсти. Работа была нелегкой. Грязь на шерсти сильно забивала лезвия, и их приходилось постоянно чистить. Однако, по мере сбривания шерстяного покрова, морда пса начала проявляться. И, как мне кажется, собака запомнила это чувство на всю свою жизнь. Следом за головой освободили и шею пса, а потом перешли и на оставшиеся части тела. Боюсь предположить, сколько килограммов ушло с гинты прежде, чем он во второй раз родился. Сразу после стрижки его помыли и тщательно осмотрели. На удивление ветеринаров, собака была почти полностью здорова. Единственная. Она была немного истощена и слегка обезвожена. Назвали же собаку гинта из-за ее серебристого оттенка, и, как мне кажется, ей это имя понравилось. Она с радостью прыгала вокруг специалистов и явно была довольна тем, что с ней сделали. Надеюсь, что подобная капитальная стрижка была в ее жизни не только первой, но и одновременно последней. Кот, о котором сейчас пойдет речь, аналогично гинте, слишком сильно зарос. Однако меня в этом случае сильнее удивило начало истории. Как рассказали специалисты, они нашли этого кота прямо у входа в свой приют. Животное смирно лежало в специальной переносной клетке и в первые секунды знакомства с людьми сильно их озадачило, ведь работники центра не могли разглядеть ни мордочки, ни лапок. Перед ними словно был сын хищника и Боба Марли. Лишь тщательный осмотр, наконец, отбросил сомнения в сторону и показал, что это кот. По словам сотрудников приюта, они никогда не видели животных в настолько запущенном состоянии. Это создание буквально было заложником своей собственной шерсти, которая не позволяла ему нормально передвигаться, полноценно дышать и даже отдыхать. Требовалась незамедлительная стрижка. Боба Марли, так прозвали этого четвероногого, тут же отправили к ветеринарам, где ему ввели седативные препараты и подстригли. С животного пришлось снять более двух килограммов шерсти. Как только это произошло, кот сразу же повеселел и стал активничать. Наверное, он сильно соскучился по возможности быстро бегать и, в особенности, прыгать. Божественно! Наверное, именно так подумала про себя белка из следующего видео, которое впервые в жизни попробовала миндаль. Как только крошка засунула первый орешек себе в рот, то сразу же замерла. Она смотрела в одну точку и думала, почему ей раньше не приходилось пробовать настолько вкусный плод. В ошарашенном состоянии белка простояла несколько секунд, после чего начала в спешке наполнять свой рот всем миндалем, что был у человека в руке. То ли она планировала угостить им своих собратьев, то ли просто запереживала, что волшебная рука с божьим даром может резко захлопнуться. Вообще, смотреть за тем, как животные пробуют или видят что-то впервые, очень забавно. Вот, к примеру, домашний кот, который всю свою сознательную жизнь контактировал только с взрослыми людьми. Поэтому, когда он впервые увидел ребенка, в его голове все перепуталось, и он не знал, что ему делать дальше. Из интереса четвероногий начал дотрагиваться до малыша, причем настолько аккуратно, насколько это вообще возможно, будто это не чужой, а его собственный малыш. Ставьте лайк, если вы тоже находите это видео безумно трогательным. На самом деле, я все чаще ловлю себя на мысли, что людям и любым другим существам для счастья нужно очень мало. Собакам, к примеру, достаточно впервые оказаться под проливным дождем. На этих кадрах видно, как довольная собака вовсю прыгает под дождем. Причем даже не просто прыгает, а скорее танцует от радости. Вдобавок к этому, она еще и ловит капли дождя пастью. А вот что проверять своей пастью вряд ли захочется, так это змею, которую повстречал герой нашей следующей истории. Кошка впервые в жизни увидела ползучую и тут же впала в ступор. Жители Новой Шотландии, снимавшие это на видео, были в шоке от реакции своего питомца. Приподнявшись на задние лапы, животное уставилось на землю с очень забавным выражением на мордочке, и, как рассказали люди за камерой, стояло в таком положении несколько минут. Знаете, это нам, людям. Такое поведение кошки при встрече со змеей может показаться странным. Мол, как это так? Хищница удивилась змее. Но на самом деле, все в жизни когда-то бывает в первый раз. Жирафы вон, к примеру, могут удивиться своей же тени, на которую они никогда прежде не обращали внимания. Это забавное видео было снято в австралийском парке, и, мне кажется, после случившегося юному жирафу совершенно точно понадобится психолог. Честное слово, мне скоро понадобится психиатр. Уже глаз дергается. Ведь кто, если не он, объяснит, что иметь тень – это нормально? А еще, если верить высказываниям ученых, в последние годы с популяцией жирафов происходит что-то не очень хорошее. Да, они все еще далеки от границы вымирания, но их численность постепенно уменьшается, виной чему бесконтрольное браконьерство. Общая численность жирафов оценивается в 110-150 тысяч особей. Это я к тому, что лучше их не пугать. Пускай себе спокойно размножаются. Героем следующего видео, которое лично меня растрогало до глубины души, стал вот этот котенок. Судя по его реакции на карточный трюк, он еще никогда с такой магией не встречался. Животное не привыкло обманывать, вот ему и непонятно, куда девается карта. Котик даже думать не может, что его же хозяин над ним подшучивает. Этот милый и верный взгляд в направлении полета карты – что-то поистине волшебное. Такое, отчего на лице невольно возникает улыбка. Ставьте лайк, если согласны со мной. А вот на чьей мордочке до улыбки было далеко, так это на мордочке вот этой собаки. Любопытный пес ждал, пока хозяин даст ему попробовать соленый огурец. Домашнее животное не раз видело, как человек его ест, но так и не попробовала на вкус. Когда же момент икс наступил, собака буквально за секунду передумала это делать и сразу же выплюнула гадость подальше. Мне кажется, такого быстрого перехода от интриги к отвращению я раньше никогда не видел. Уверен, в голове этого пушистика были именно такие мысли. Он впервые в жизни стоял напротив зеркала и никак не мог сообразить, как такое возможно. Почему перед ним есть кто-то такой же, как он сам, только недосягаемый и повторяющий все действия с филигранной точностью? Наш красавчик поднимает лапку, клон напротив делает то же самое. Куда собачка не повернет голову, хитрец и это повторит. Клон даже резкое движение назад знает и делает его одновременно с собакой. Ну как такое возможно? Обезьянка Биби из следующего видео впервые повстречала свинью. Раньше она нигде не видела этих созданий, поэтому встреча оказалась для нее невероятно интересной и в то же время полезной. За ее время Биби смогла лично познакомиться с новым другом, потрогать, понюхать, всячески поизучать его. И вы сейчас удивитесь, Биби даже устроила романтический ужин вместе со свинкой. А еще она на ней отдохнула и сделала той расслабляющий массаж. Мне одному кажется, что эти двое созданы друг для друга. В то время как кто-то впервые в жизни видит свинью, другое создание впервые наблюдает птиц. Вот этот котик, который сейчас перед вами, никогда раньше не встречал пернатых, поскольку все свое время проводил сугубо в домашних условиях. Но тут, неожиданно для четвероногого, хозяйка подняла его напротив окна и кот разглядел на улице птиц. Посмотрите, с каким трепетом и удивлением он на это отреагировал. Кроха начал быстро двигать лапками и удивленно смотреть в сторону владелицы после каждого движения птицы за окном. Я бы на месте хозяйки выпустил бы его погулять во двор. Пускай откроет для себя еще что-нибудь новенькое. Например, узнает про лягушек. Вот этот ретривер, к примеру, тоже никогда раньше их не видел и при первой же встрече проявил особый интерес. Перед ним была совсем крошечная, едва ли заметная попрыгушка, которая смирно сидела рядом с бассейном. Но тут она решила нарушить состояние покоя и подпрыгнула, напугав ретривера. Вслед за лягушкой подпрыгнул и сам пес, чем сильно рассмешил хозяйку, снимавшую это все на видео. Знаете, на самом деле подобная реакция среди животных совсем не считается какой-то редкой. Вот, к примеру, то, как себя повела лошадь при первом в жизни в виде осла. Она, наверное, подумала, что это кто-то такой же, как она, но другой, непонятный и потенциально очень опасный. Девушка, находившаяся рядом, сразу попыталась успокоить своего друга, и ей это удалось. Вот только подойти к ослу ближе лошадь все равно боялась. Правда ведь забавно, как гигантская лошадь боится крошечного на своем фоне осла. Вообще, судя по следующему ролику, лошади частенько дарят своим хозяевам необычную и запоминающуюся реакцию. В этой истории две наездницы прогуливались по автомобильной дороге на одной из улиц Уэльса. На их пути, рядом с тротуаром, стояла маленькая игрушечная лошадка, и никто даже подумать не мог, что она станет для их скакуна камнем преткновения. Заметив ее, молодой конь внезапно остановился и попятился назад. Сначала он осторожно вглядывался в игрушку и боялся приблизиться, но потом все же собрал свою волю в кулак и подошел познакомиться. Интересно, какие мысли были у коня в тот момент, когда он понял, что боялся простого украшения? А теперь я покажу вам запоминающуюся реакцию щенка, который впервые увидел снег. Корги по кличке Картошка раньше жила в Калифорнии. Там почти не бывает снега, вот собака ничего и не знала об этом явлении. Но тут хозяева переехали в новый дом в другом штате, и животному почти сразу пришлось столкнуться с этой аномалией. Пара переживала, что собака может испугаться снега, однако получилось все с точностью, да наоборот. Животное влюбилось в снег с первого взгляда и принялось наматывать круги по своей новой, маленькой, но уютной лужайке. А вот этот песик оказался менее быстрым в плане принятия решений. Он не сразу понял, нравится ему новое изменение или нет. На видео девушка показала себя с косметической маской на лице, а затем переводит камеру на своего лучшего четвероногого друга. Собака тут же пугается и скрывается из виду. Затем все-таки возвращается, но продолжает смотреть на хозяйку удивленными глазами. Щенок, сломя голову, бегает то на кровати, то на полу и словно спрашивает у неизвестной девушки. Кто ты и куда ты делал мою любимую хозяйку? Запах говорит собаке о том, что ее лучший друг прямо перед ней, но глаза доказывают обратное. Столь озадаченными могут выглядеть не только собаки, но и обезьяны. Просто чтобы ввести их в подобное состояние, нужно найти, что показать. Девушка из следующего видео попробовала удивить примата своим пирсингом на языке, и это сработало. Странное кольцо так сильно заинтересовало обезьянку, что более она не могла оторваться от стекла и продолжала рассматривать язык с разных сторон. Котов, если кому интересно, тоже довольно просто удивить. Для этого достаточно впервые в их жизни показать им электрическую зубную щетку. Когда этот пушистый услышал звук от нее, его лицо перекосилось до неузнаваемости. Мне кажется, что теперь его жизнь уже не будет прежней, ведь он знает, что хозяин пользуется какой-то пугающей и шумящей штуковиной, которую еще и хранит в доме. Подростку из этого ролика было крайне интересно, как его любимая домашняя курица отреагирует на лимон. До этого он видел в сети множество подобных роликов, но ни один из них не был с курицей в главной роли. Там везде красовались сплошные кошки и собаки. Ну чем не идеальный повод, согласны? Парень вырезал несколько маленьких кусочков и предложил их своему другу. Курица клюнула лимон, немного его пожевала и, видимо, распробовав, зависла. Когда ошибка в ее голове была исправлена, она с удивлением наклонилась в сторону человека и словно спросила того, «Ты что такое мне подсунул, а?» Мне кажется, что когда люди впервые видят себя по телевизору, они реагируют примерно так же, как эта собака. Фез по кличке Брон не мог сдержать эмоций, увидев себя в экране, и прыгал на месте изо всех сил, сопровождая это все лаем. Да уж, энергии у него хоть отбавляй, хватит еще на множество новых репортажей. Помните, сегодня у нас уже была собака, которая смотрела на себя через зеркало и не понимала, что тут происходит? Так вот, я нашел еще одно забавное видео с зеркалом, главным героем которого на сей раз стала лошадь. Скакун, в стойло которого повесили небольшое зеркало, при первом контакте с ним будто потерял связь с миром. Нюхал странного незнакомца в зеркале, повторяющего движение, но не ощущал запаха. Понимая, что так дело не пойдет, лошадь попыталась дружественно заржать, но не услышала ничего в ответ. Затем она снова подошла к зеркалу и начала пристально смотреть в свое отражение. Прислонилась носом к животному напротив и сканировала собрата. Повторив это несколько раз, конь наконец сдался и покинул пределы своего стойла, видимо не оценив подарок. А на этом все. Напишите в комментариях, какая реакция показалась вам самой забавной, а также ставьте лайк и подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok